Белый воротничок офисного работника Константин Ващенко без сожаления променял на садовые перчатки и грядки. Теперь он владелец трех теплиц в станице Крыловской. За сезон собирает 15 тонн помидоров. Инженер-экономист по образованию. Ващенко самостоятельно сконструировал автоматизированные теплицы. Компьютер следит за уровнем влажности и сам решает, когда поливать рассаду. Такие молодые фермеры больше исключения из правил сельской жизни, замечает губернатор, который приехал в Крыловский район. Молодежь чаще уезжает из станиц, чем остается работать на земле. Константин Ващенко рассказывает Вениамину Кондратьеву, на его решение стать фермером в том числе повлияли выдаваемые региональные субсидии. На развитие подсобного хозяйства он получил почти 200 тысяч рублей. В чем тогда есть ноу-хау твоей технологии? При проектировании, строительстве, оснастке теплиц мы используем подходы, которые используются в современных промышленных теплицах. То есть мы адаптируем современные промышленные технологии в личном подсобном хозяйстве. Я абсолютно согласен, потому что сама станица небольшая, даже я не говорю про район, 13 тысяч населения. Сама занятость, здесь основной принцип невживаемости, а жизни должен быть. Каждый сам себя должен обеспечить и трудовым местом себя, и свою семью, и друзей. И если каждый это попытается сделать, по большому счету, то вопрос занятости уйдет. Решается и жилищный вопрос. Молодой фермер Ващенко получил сертификат на строительство дома. В таких условиях остается только хорошо работать. Однако, чтобы молодежь оставалась населения, необходимо развивать и социальную инфраструктуру. Например, единственный в районе кинотеатр «Октябрь» закрыт на реконструкцию, при том, что почти 40 миллионов рублей на ремонт выделены. Губернатор требует от главы района расторопности. По сути, все уперлось в разработку проектно-сметной документации. Я пообещал, деньги предусмотрел. А дальше, коллеги, от вас зависит. Проект, да, это непросто, но это несложно. Уж можно было с проектом как-то поактивничать для того, чтобы на самом деле то, что я пообещал, и мы вместе пообещали реализовать. Мы сейчас зайдем на повторную экспертизу, думаю, до конца августа. Коллеги, да нет повторной экспертизы, дети растут, а мы про повторную экспертизу говорим. Но с первой экспертизы нужно было зайти и победить. Как оказалось, неразбериха с проектной документацией в Крыловском районе – обычная история. На встрече губернатора с местными жителями люди жалуются на то, что важные бумаги месяцами лежат без прохождения экспертиз. Например, в станице Октябрьской по поручению Венимина Кондратьева еще в прошлом году должны были заняться строительством новой дороги. Но из краевого бюджета не могут выделить деньги, так как в районе до сих пор не разработали для этого проект. Проект сейчас где находится? Сейчас с данной экспертизой ждем экспертизы. Коллеги, нет проекта. Что мы сами себя обманываем? Нет проекта. Без экспертизы это не проект. Это пока лишь проектное решение. Проектно-сметная документация, ну, 100% должна быть у района. Без нее не может быть никакого финансирования, иначе я нарушу все кодексы вместе взятые. Здесь я единственное могу сказать, вот, Виталий Юрьевич, если вы год проектируете, то строить будете как минимум 10. Тем более, если сказали, и люди, вот поверьте, у нас народ, он очень терпеливый, за что я очень всегда признателен нашему народу. Но власть должна иметь совесть. 1 ноября проект должен быть. Мы тогда заложим деньги на следующий год, и в следующем году начнется финансирование. Вопросы в Крыловском районе есть и к работе налоговой службы. Крупные сельхозпредприятия, если верить их отчетам, платят своим сотрудникам не больше 11 тысяч рублей. Ситуация напоминает уход от оплаты налогов, считает Вениамин Кондратьев. Ряд предприятий, вот я назову их такие, как Дары Кубани, агрофирма Виктория, Агроимперия, имеют среднюю заработную плату, отчитывается, от 10 500 рублей до 11 400 рублей. Вопрос тогда стоит в чем? Люди-то не будут заработать за эту зарплату? Зарплата, скорее всего, в плане. А налоговая инспекция здесь нет? А вы считаете реальным, что у них зарплата 10-12 тысяч, и налоги-то они от этого же платят, НДФЛ-то? Ну а чего же вы сидите-то, по большому счету, молча? Вы уже давно должны в полях быть вместе с комбайнерами и проверить то, что у нас сказали реальную прибыль и реальную плату НДФЛ для начала, а потом все остальное. Значит, вы позволяете сегодня платить такую зарплату, она явно не такая, но вот такие налоги точно. А эти налоги, в том числе, идут и в районный бюджет. Потому что за больше этой земли, которая у района, весь район должен жить, а не существовать, по крайней мере. Задача понятна, отработает. Отсутствие системной работы во многом бьет по экономике района, который находится в группе территорий с низким уровнем развития. Подняться наверх помочь должны новые производства. Уже запланированы несколько инвестиционных проектов. Например, цех по переработке рыбы и комплекс для хранения овощей и фруктов. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Крыловский район.